В шоке я не мог отойти. Адвентист седьмого дня любит Советский Союз? Я до сих пор не могу найти слов. И вот почему я говорю. Это проблема мировоззренческая. Это проблема того, что человек не понимает, что такое. И о чем человек скучает. И вот эти статьи, которые пишутся, они очень четко показывают то направление и тот вектор, к которому стремятся те, которые эту войну, в общем-то, развязали. А вектор очень интересный. Как он соответствует нашему мировоззренению? Друзья мои, может быть я скажу это слишком быстро. И кому-то это будет непонятно. Но я думаю, что каждый из нас должен с этим разобраться. Вы знаете, почему в книге «Великая борьба» идет речь о Великой Французской революции. Если вы почитаете эту всю главу, вы обнаружите огромное количество цитат из книги «Откровения». Я много говорю, тоже и люблю говорить об 11 главе книги «Откровения», особенно о городе, который называется Содом, Египет, в котором Господь наш распят. Это видно не на основании трудового линвайта, видно на основании Библии. Но вот, что написано на 275-й странице книги «Великая борьба». Сказал безумец сердце своем, нет Бога. И Господь говорит относительно хулителей истины. Их безумие обнаружится перед всеми. Прошло совсем немного времени после того, как Франция отказалась служить живому Богу, высокому и превознесенному, живущему веку. И страна в скором времени докатилась до самого низкого, пробного, идолослужения и поклоняясь Богине разума в лице некой распутной женщины.